Добро пожаловать в наш канал! Молчание ягнят не бесконечно. Гаагский суд над разжигателем геноцида в Руанде – пролог для российских деноцификаторов. Есть некоторая неточность в восприятии Фелисьена Кабуги, наконец-то оказавшегося в Гааге по обвинению в геноциде. Кабугу называют пропагандистом и чуть ли не журналистом, имея в виду деятельность печально знаменитого руанского свободного телевидения и радио «Тысячи холмов». Так-то оно так, но Кабуга – душегуб куда более конкретный и масштабный. Он входил в очень узкую клику узурпаторов и заговорщиков, тщательно спланировавших кошмарную резню, когда в 1994 году были зарезаны, застрелены, расчленены, задушены и забиты насмерть от 800 тысяч до миллиона руандийцев. Радио «Тысячи холмов» было создано всего за год до геноцида и заранее задумывалось Кабугой лишь как прикладной инструмент будущей расправы. Так, за 90 лет до него аналогичный маньяк и убийца Ульянов Ленин делал свою правду не из любви к правде и журналистике, а как орган партии, координирующий террор и узурпацию власти. До этого Фелисьенко-Буга не был никаким медиамагнатом, а был чайным плантатором-миллиардером, выдавшим дочь за сына диктатора президента и вошедшим в узкий круг его друзей. Примерно как Ковальчуки при Путине. Впрочем, чуть ниже мы увидим, что это скорее гибридный вариант Евгения Пригожина. Что же касается самого геноцида, то фокус его понимания в журналистском обиходе тоже несколько размыт. Общепринято, что это была резня народа Туцци народом Хуту. То есть глубинный межнациональный конфликт, как бы естественное и неизбежное природное явление. Это принижает роль и ответственность личностей в этой истории, как и размывает контуры и причины самой катастрофы. Основная задача, которая стояла перед членами хунты президента Хабиа Риманы, перечисленными в обвинении Международного трибунала, банальная и тупая концентрация и сохранение власти. С такой проблемой российские и белорусские зрители, хорошо знакомые, прекрасно знают, что для этого могут использоваться любые лозунги и объяснения. Важно заметить, что в 100-дневной резне погибали не только Туцци, но и умеренные представители Хуту, оказавшиеся на пути правящей партии. В международных обвинительных документах есть по этому поводу устойчивое словосочетание. Резня против Туцци и умеренных Хуту. Конечно, геноцид Туцци как национальности – это чистая правда. Просто проблема шире, и здесь без исторической справки не обойтись. Межнациональные распри после деколонизации десятилетиями использовались в целях укрепления власти африканскими элитами, оказавшимися во главе новых государств. В Руанде при колонизаторах-бельгийцах меньшинство Туцци было привилегированным, и страной управляли чиновники Туцци во главе с королем – в Амми. Многолетние привилегии Туцци как бы легитимизировали ненависть угнетаемого большинства Хуту, и революция была воспринята как торжество справедливости, тем более в одеждах демократической республики. Кстати, о демократии. При Хабиаримане власть в стране оказалась в руках единственной разрешенной партии – национального революционного движения за развитие, под издевательским в путинском стиле лозунгом «Мир и национальное единство». Оппозиционная партия за жизнь кума Путина Медведчука в Украине. За какую жизнь Медведчук и компания выступали, мы с вами свидетели. Членом партии заставили быть каждого гражданина страны. До чего в СССР не додумался даже Сталин, не говоря уже о жидкой партийной системе Путина. Этой обстановкой, в свою очередь, оправдывалось ответное насилие Туцци в огромных количествах бежавших из страны и собравшихся в так называемый Руандийский патриотический фронт, который и вторгся в Руанду в 1990 году. В 1993-м с ним был достигнут шаткий договор о перемирии, который беспокоил верных ястребов президента, поскольку договор – это всегда ограничение диктатуры. Тогда и наступил звездный час экстремистов и радикалов в президентской верхушке, среди которых к тому времени и подвязался нынешний подсудимый Фелисьенко Буга. Группа товарищей убедила президента, что без окончательного решения вопроса Туцци его власть всегда будет под угрозой, а благородную ярость Хуту несложно направить в верном направлении. Не находите параллелей? Я призывала Хуту убивать Туцци. Я должна была называть в эфире места, где они скрывались. Организация геноцида была очень тщательной. Мы объясняли по радио, что Туцци прячутся, чтобы потом напасть на Хуту. Им нужен плацдарм просто для того, чтобы находились натовские базы, позиции, для того, чтобы продолжать свою экспансию. Вот если бы мы туда не зашли 24-го, то 25-го то, что вы видите в Мариуполе, было бы в ваших городах. Они готовили суррогатную бомбу, готовую взлететь и разбить ее над Ростом. Просто Украина – это территория, выбранная НАТО для сведения счетов с Россией. Еще раз стоит подчеркнуть, что среди самих Хуту было много умеренных и образованных граждан, которые под шумок оказались под катком геноцида вместе с Туцци, несмотря на весь расистский и националистический пафос, намечающийся резни. Действия Кабуги были планомерными и рациональными. Одну дочь он выдал за старшего сына президента, другую – за сына министра планирования, будущего соучастника геноцида. Это гарантировало круговую поруку и незыблемость его позиций. Весной 1993 года Кабуга наличные деньги закупил и привез в страну полмиллиона мачете и других сельхозорудий, что гораздо дешевле, чем огнестрельное оружие. Не сразу привлекает внимание к готовящимся событиям и при этом безопасно для самого правительства. Другим этапом были финансирование и частичная мобилизация Хуту в как бы неправительственные частные военные компании под названием «Интерхамве». «Интерхамве» означает «те, кто работает вместе». Впоследствии на радио «Тысячи холмов» работать вместе стало сигналом для рейдов с мачете и вырезания Туцци. Ну прям как Симоньяновская «Работайте, братья». Она знает, о чем говорит. Ну а в июле 1993 года открывает свою работу и радио «Телевизион Либре де Миль Колине» – свободное радио и телевидение «Тысячи холмов», где Фелисьен Кабуга становится и инвестором, и генеральным директором. В его передачах, как широко известно, Туцци расчеловечиваются, называются тараканами, а их убийство считается актом патриотизма и защиты в суверенной демократии. То, что в стране правят демоны, это уже очевидно. Это государство-неудачники. Это, по сути, предательское государство. В текстах радиопрограмм «Туцци» займут примерно то же место, что украинские бандеровцы в нынешних программах «Раша Тудей» и радио «Комсомольская правда». Как теперь видно, идеальных кандидатов для следующего гаагского процесса вместе со всеми их заказчиками и начальством. А в апреле 1994 года самолет, в котором летели президенты Руанды и Бурунди, при посадке был сбит неизвестными. Гибель Хабиаримана до сих пор до конца не расследована. Но в ней, разумеется, обвинили Туцци, а катастрофа оказалась прекрасным сигналом для начала массовой резни. Впоследствии свидетели утверждали, что там, где сигнал радио «Тысячи холмов» был слабым, не было убийств. По крайней мере, в таком количестве. А по рекам не сплавлялись тысячи тел людей, зарезанных радиослушателями. При этом бессмысленный и жестокий геноцид Туцци никак не помог обреченному и бессмысленному режиму. В июле того же года страна была захвачена или, скорее, освобождена параллельными усилиями французской армии и Руандийского патриотического фронта. А хунта разбежалась по странам и континентам. История не учительница. Она ничему не учит. Она надзирательница. Фелисьен Кабуга прятался 23 года. Сменил несколько стран, имен и паспортов. США объявили за сведения о нем премию в 5 миллионов долларов. И, наконец, 16 мая 2020 года 86-летний беглец был арестован в респектабельном предместье Парижа. В окружении небескорыстно любящей семьи, по членам которой его, видимо, и вычислили французские сыщики. О поисках и поимке Кабуги есть документальный фильм «Нетфликс» из цикла «Наиболее разыскиваемые люди мира». Долгие и упорные поиски военных преступников и преступников против человечности, чьи деяния не имеют срока давности и принцип неотвратимости наказания – черта послевоенного устройства мира после Второй мировой войны. И первой из таких громких акций был розыск германских нацистов, избежавших Нюрнберга. Знаменитое похищение Адольфа Эйхмана Израилем из Аргентины и его последующая казнь были предметом разбирательства Совбезе ООН, который не одобрил нарушение суверенитета Аргентины. СССР и Польша воздержались. Но в любом случае это стало сигналом для диктатуры и тирании всего мира. Даже если вам удастся где-то спрятаться после того, как ваша вторая или третья армия мира будет разгромлена, или вас снесут собственные подчиненные. Вам не будет покоя всю жизнь. Страшно, очень страшно. Достаточно вспомнить хотя бы еще три таких отложенных суда. Кровавый кампучийский Кхмер Иенг Сари, министр иностранных дел при Пол Поте, после падения режима был 20 лет в бегах. Но хотя потом он и был помилован королем Сианука, расследование геноцида возобновилось и привело к его аресту в 2007 году. Правда, до приговора 87-летний коллега Сергея Лаврова не дожил. Чилийский диктатор Пиночет в 1990 году совершил мирный транзит власти и надеялся дотянуть до могилы, живя мирной, респектабельной жизнью. Его покой был нарушен в 1998 году, когда он был арестован в Лондоне. После чего началась череда мучительных для него разбирательств по обвинению в убийствах, похищениях и пытках людей. Пиночет не только пытался прятаться за сенаторской неприкосновенностью, но и прикидывался слабоумным. Это позволило ему протянуть под судом до 91-летнего возраста. Но процесс довел его до инфаркта, и он умер в 2006 году, тоже не дожив до приговора. Сербский генерал Радко Младич, обвиненный в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в 1995 году, только в 2011 году был арестован и выдан Сербией Гаагу в обмен на перспективу вступления Сербии в Евросоюз. В 2017 году он был приговорен к пожизненному заключению, и никакие апелляции не помогли. Все знают и примеры быстрого возмездия, когда диктаторы Чаушеску, Каддафь или Хусейн еще вчера были непоколебимыми скалами диктатуры и народной любви. Наутро по разным причинам бежали и прятались, а уже к вечеру были казнены своими благодарными подданными. Неправильно, грубо и неприлично. Правда, юристы и правозащитники не устают твердить, что самосуды и революционные трибуналы – не лучший способ возмездия, ибо противоречат самим принципам законности и гуманности, ради которых и восстают люди, и чреваты долгими и непредсказуемыми последствиями. Сейчас миллионы людей доброй воли во всем мире гадают, как и чем кончит Путин и все исполнители его преступлений, включая российские аналоги радио «Тысячи холмов». Если мы продолжим борьбу и, в конце концов, победим инкатанье, никто не будет нас судить, потому что мы окажемся триумфальными победителями. Но если мы потерпим поражение, очевидно, что даже если вы спрячетесь на дне озера Киву, они сделают все возможное, чтобы выловить вас, осудить и повесить. Не знаю, где вас повесят, но каждый хочет оттоптаться на проигравшем. Как гласит пословица, каждая корова хочет примерить рога своей мертвой соседке. У нас нет выбора, кроме как разбить этих людей, которые хотят нас деморализовать и грозят отдать нас под международный трибунал. Цена войны простая. Если мы не побеждаем, то будут концлагеря в России. Куда нас будут погружать. И задача уничтожить России. Слово «табакерка» давно уже не нуждается в расшифровке, а за чудесный мирный город Гаагу даже немного обидно, насколько однозначным это слово стало в приложении к надеждам целых наций во главе с несгибаемым народом Украины. Сегодняшний процесс над Ферисиеном Кабугой – прекрасный эпилог для Руанды и отличный пролог для тех в России, кому до сих пор кажется, что все идет по плану. А деноцификация и демилитаризация – это не про них. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель советского государства, создал Украину именно таким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова